Владимир Васильевич, первым делом хочу вас поздравить с профессиональным праздником, пожелать вам и вашим коллегам в первую очередь крепкого здоровья, конечно же успеха в работе, ну и побольше законопослушных налогоплательщиков. Спасибо большое, действительно хорошее поздравление, особенно в начале его и в конце законопослушных налогоплательщиков. Владимир Васильевич, расскажите нам, пожалуйста, с какими достижениями, с какими цифрами вы подошли к своему профессиональному празднику? Ежегодно налоговые органы Гомичины обеспечивают формирование доходов в бюджет в заданных объемах. Благодаря скоординированной и целенаправленной работе, выстроенной системе взаимодействия с исполнительной властью, иными контролирующими органами, выполняются задачи, стоящие перед налоговыми инспекциями. Так, в консолидированный бюджет области за первое полугодие 2016 года поступило 8,8 триллионов деноминированных рублей. Конечно, хотелось бы, чтобы налоги поступали в полном объеме и добровольно 100%. Сегодня процент по Гомельской области более 93% добровольной уплаты. Поэтому налоговыми органами проводится большая разъяснительная работа, проводятся соответствующие контрольные мероприятия, направленные на уменьшение, так сказать, ненаблюдаемой экономики. По результатам контрольных мероприятий в первом полугодии дополнительно поступило в бюджет порядка 345 миллиардов рублей. Владимир Васильевич, Вы, насколько я знаю, были делегатом Всеволодовского народного собрания. И вот для Вас, как представителя налоговой сферы, скажите, какие вопросы, которые были на нем озвучены, особенно важны были? Что меня впечатлило и на что я больше обратил внимание? Конечно же, на те вопросы налогового законодательства, которые озвучило наш глава государства. В своем выступлении глава государства подчеркнул, порядок уплаты налогов должен быть предельно простым, чтобы любой начинающий предприниматель мог разобраться и не попасть в число нарушителей. Мероприятия в области налоговой политики должны быть направлены на поддержание оптимального уровня налоговой нагрузки на экономику, стимулирующей экономический рост. Ну и, конечно же, были здесь определены и пути для достижения этих целей. Это первое – введение моратория на ухудшение налогового законодательства. Это введение института налоговых депозитов, переход на электронное обслуживание населения. Сегодня в Гомельской области более 83% плательщиков, это индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, подают информацию в налоговую инспекцию при помощи электронных носителей, скажем так, бесконтактного метода. Вот эти основные посылы приняты к исполнению и над этим налоговая система в ближайшее время будет работать. Владимир Васильевич, вот буквально 10 дней назад в документы оборот были введены электронные счета фактуры по налогу на добавленную стоимость. Вообще расскажите, что это такое, кого коснутся эти изменения, уже коснулись вернее, ну и для чего они были созданы? Действительно, с 1 июля текущего года заработала система электронных счетов фактур по налогу на добавленную стоимость. С этого момента у плательщиков данного вида налога появилась обязанность составлять электронный счет фактуру. Это документ, на основании которого производятся налоговые вычеты по данному налогу. Норма касается тех плательщиков данного налога, у которых возникает объект налогообложения, в том числе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, кроме тех индивидуальных предпринимателей, которые по своему виду деятельности не осуществляют данные платежи. Цель введения электронных счетов фактур – это оперативный контроль за правильностью исчисления налога на добавленную стоимость, за правильность принятия к учету налоговых вычетов. И самое главное, что создаваемая на основании счетов фактур информационная база позволит налоговым органам оперативно проводить камеральный контроль за правильностью исчисления данного налога. Платейщикам позволит в полном объеме исчислять данные суммы платежей в бюджет, а налоговой инспекции уменьшить количество проводимых проверок с выходом на предприятие. Владимир Васильевич, ну как Вы считаете, насколько это далекий шаг вперед? Я назову одну цифру. По результатам контрольной работы за первое полугодие налоговыми органами области предотвращен возврат налога на добавленную стоимость в объеме более 96 миллиардов рублей. Это только по области. Мы недавно были на совместном заседании коллегии Министерства по налоговым сборам Республики Беларусь и Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Наши коллеги нам показали систему, которая работает у них по данному направлению. У нас система, собственно говоря, не хуже. И контроль, который осуществляется, позволяет в разы увеличить поступление по этому налогу в бюджет. Владимир Васильевич, ну вот еще одно, скажем так, последнее нововведение, если можно так выразиться, это деноминация. Расскажите нам, пожалуйста, на работу налоговой службы. Как-то повлияло это? Были ли какие-то сложности во время перехода? Работаем мы в этом направлении с момента издания нормативных документов в Республике Беларусь о том, что будет проходить такой процесс. И, в принципе, Министерство подготовлено и очень хорошо было по проведению мероприятий. Они были проведены спокойно. 1 и 2 июля. Информационные базы и лицевые счета плательщиков были динаминированы. И информацию уже о наличии, скажем так, задолженностей, исчисленных в уплаченных платежах бюджет плательщик мог получать 2 июля во второй половине дня. Владимир Васильевич, огромное вам спасибо за интервью. Спасибо, что нашли время и уделили его нашей налоговой службе. Слова благодарности всем, кто выполнял плановое задание, учитывал платежи в бюджет, защищал интересы государства в судах. Дорогие коллеги, от души желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой творческой энергии, настойчивости, терпения, дальнейших успехов в нашем важном государственном деле.